Мы взяли просто Uber и поехали в этот бизнес-район Петронос, да, вот эти вот большие башни. Попробую они сейчас подняться и посмотреть, что за вид откроется перед нами на город. В общем, товарищи, товарищи комсомольцы, вот они, цены. Вас, скорее всего, будет интересовать вот эта цена, потому что вы взрослый от 13 до 60. Это карта, типа, знаете, хопо-он-хопо, какая-то туристическая, у нас ее нет, мы что, они не знаем, кто. 85 ренгий, это, ну-ка, сообразите, это где-то 15, 15, больше, ближе к 15, к 20 евро. И это что-то как-то много, мне кажется. Да. Нет, 40, а не, 30 с чем-то, нет, 15 где-то. 15, да? 15-16 где-то евро, ну, в общем, это все равно как-то, это такие цены европейские достаточно, порядка, что им нужно отбить эту, эту махину, не знаю, честно говоря, мне кажется, что это немножко too much. Мы еще подумаем над этим, у нас началось ходить поесть, переварить все, это информация. А, да, еще здесь туалет платный, на этом этаже, на котором мы находимся. Премиум туалет и стоит денег, 2 ренгий, ну, алло, вся цена. Это такие, типа, на любом другом этаже ездит платный туалет. Да, типа, ну, я не знаю, мы не были в этом туалете, может, стоит пойти, может, там попу помоют, я не знаю, что-то, массаж делают пока. Ну, в общем, мы что-то не поняли прикола, но красиво жить не запретишь. Мы ушли из башни в Петру Ануш, потому что, ну, никакие бренды нам, в общем-то, не нужны, особенно. Шоппингом мы не собирались заниматься, мы, по-моему, показали, что там есть, там, в общем-то, все есть, что надо, а блин, откуда идти. Еда, короче, хоть один упогий пастфуд. Еда там, да, там фуд-корт весь состоит из, ну, нет, там не все было фастфуд, но там было то, что не фастфуд, но что-то ненормальных денег. И выглядело не настолько, сколько оно стоило. Ну, в общем, мы, конечно, в центре города, это все понятно, где все, да, у меня нет, там, да, где мы дожили в Тае, там, блин, даже, ну, там даже, ну, фуд-корт, он был более продвинутый, Ну, там можно было найти что-то такое человеческое, вадим, так, вадим. Вот. В общем, скажем, пока что на данный момент город, с одной стороны, вроде красивый, вылизанный и весь такой аккуратный, но какого-то колорита, такой атмосферности, что-то вообще не наблюдается. В центре мы, в принципе, по кулуарам не ходим. Мы хотим, надеемся, что мы пойдем нам сказать какой-то базарчик ночной, что на нем, якобы, такой колорит прямо местной Азии отдает. Там какие-то интересные еда, интересные вещи. Название ей дала, это вчера девушка, что, попробуй что-то вкусить. На вышке мы, на вулса, на самом верх, как вы видите, мы не поднимаемся, у нас сейчас жаба задавила. Мы решили в Бангкоке это сделать. Вадим, ты, по-моему, был уже, да? Давно-давно был, но лучше я там схожу, предпочту. Как-то да, почему-то здесь как-то не хочется тратить, я не понимаю, почему. Наверное, ну, не знаю. Как-то не цепляет, но пока что как-то не цепляет, не знаю почему. Вроде нет причин таких, как это. Ну, вообще, что-то страна и город не сильно цепляет, это за душу не берет. Вроде хорошо, а что-то ничего не хватает, да. Это, видимо, знаете, это не настолько как бы странно, как в Таиланде, и ты понимаешь, что, блин, там люди стараются, что-то там туда-сюда, и ты хочешь как-то располагаешься. И оно не так хорошо, как там, например, в Европе, да, но в Америке мы не были, как в Европе, когда ты уже понимаешь, что, окей, там все, как бы все, весь сервис, он проплачен, ты понимаешь, за что ты плачешь, и там все понятно. А тут, мне кажется, где-то посередине, и ты такой, типа, чё? Завтра еще собираемся поехать, понятно, в эти пещеры, потому что, ну, это такой вот вход, я надеюсь, мы доедем до них, потому что, чё-то мы, чё-то как планируем, а как оно выходит. Вот, ну, в планах есть поехать в пещеры, и повратить, наверное, снова по городу, а пока идем на Найт Маркет, скоро будем. Друзья, проходим, проходим мимо ресторана с таким вот завораживающим названием. Это, кстати, что-то значит на местном, потому что мы уже не первый раз видим это слово. Что бы это означало на местном диалекте? Давайте, кто знает, в комментариях пишем. Прямо как-то душа аж порадовалась, что в этих каменных джунглях, где все вылезано и вычищено. Порадовалась, есть вот такие еще какие-то бомжи. Такие-то вот здесь нормальные, обычные рыночные сооружения, да? Нормальненько, неплохо. Может, даже это начало рынка. Здесь наверняка есть классная, аутентичная, настоящая малазийская еда. Я уже потерял надежду с ней познакомиться. Такой олдскульный AirBnB. Здесь они вставляются эти самые комнаты. Такие сламс. Ну, в общем, вы видели это безобразие. Это вообще никакой не Найт Маркет. Это просто место, где была пара, ну, не знаю, забегаловок, скажем так, да? Я, в общем, мороженое, пожалуйста. Просто никто сюда не ходит. Даже вы видели, кто здесь живет. Ну, короче, это какой-то отстой и стыд вообще. Стыд. Стыдно провести в Малайзии иметь такие ночные рыбы. При том, что если это уже местная, я так вам посоветую. Наверное, это, я не знаю. Нормально. Нормально. Ну, так. Кокос не очень? Какой-то тоже разбавленный. Водой разбавленный. Какой вкус? Эти индусы. Просто может, не такой сладкий. Вот и странный вкус. А, кстати, сказал водитель Uber, что тут, скорее всего, не индусы большинству, а... А тут вкуснее вкус. А бангладешцы. Это тихо под покровом ночи, говорю. Мой вкуснее кокос, чем твой? Да, ну, ничего. Ну, в Тайпах кокос вкуснее. Может, у вас не повезло. Это там набираешься всякую еду. Смотрите, она такая здесь. Ну, такое меню мы заказали, всякие наборы. Да, это вкусовый. Ну, все, Вадиму принесли уже его набор. Что-то индейское. Это какие-то там... Это мясо что? Это мясо, это курица, по-моему. Не по-моему, а точно курица. Да, это я не знаю. А это не жасмин рис? Да, это жасмин. Ну, можно басмати, я не знаю. Это жасмин, нет? Да, если на вкус вам определяешь. Может, вкусно рис. Окей. Прям очень вкусно рис. А это, по-моему, эти цукини, да? Ой, цукини больше. Может быть. Вот, какие-то кабачки вот. Что такое, да? И капусечка, да? Да. Вообще, выглядит ничего аппетитного. Вкусно? Это личное индейское блюдо. Вкусное, да? Мне нравится. Мне принесли вот блин, обычный такой рот, он называется как кифтая, с чесноком. И, кстати, ну, такой обычный блин, даже похож больше на наш, чем на роте. Вкусный. Ничего, как бы, сверхъестественного, ничего такого прям необычного, но очень вкусный. И вот я взяла себе такую зелень и такую зелень. Вот это такая обычная, без ничего практически. Это с чеснокомья очень прикольная. У Вадима, вон она тоже есть в наборе. Тебе нравится? Угу. Мне прям очень вкусно. Прям очень вкусно. Ну, как там, немножко необычно, смешать, что-нибудь отравится в еди. Ну, понятно, слышишь. Индент стайл. Очень вкусно, мне нравится. Так, какой-то блинчик с чесноком, да, у тебя? Да, вон там куски чеснока уже есть внутри. Давай, пробуй. Вот такую макалку. Я не знаю, что такое, но видишь они угроб. Это харик. Вкусно, да? Нет, это не харик. Это не харик. Сладенький? Это что-то такое странное, гороховое. Я буду сказать, что это все из чечевицы скорее всего. Вкусно? Да, да. Вот он, креативный хаус, который мы оставили. Это смысл мой, он аккуратненько нашел. Вот это прикольно, такое убийство. Машины кто-то долбанул нехило здесь. И листочка в таком вот модном костюмчике. Не думайте, это не дань моде, мы просто находимся сейчас в мечети. Это самая большая мечеть, наверное, здесь в Куалумпуре. Эта мечеть называется Масит Нигара и является, наверное, самым, в общем, олицетворением ислама здесь, в Малайзии. Очень красивое место, поэтому если вы все-таки находитесь в Малайзии, в Куалумпуре, это место надо обязательно посетить. Поэтому вот так вот. Без этого места можно сказать, что ваш трип в Куалумпур не был успешным. Очень сомневаюсь я в этой информации, потому что здесь нечего смотреть на самом деле. Все, почти все фонтаны большие, ой, вернее, бассейны высохшие, на меня наперли какую-то жуткую штуку, которой потеешь, как, я не знаю, на убой. И на самом деле, я не знаю, многие места тоже пройти нельзя, потому что это мусульман. И, честно говоря, я не знаю, что посмотреть. Сверху можно позыркать, а так. Так, друзья, когда будете в Куалумпуре, если вы там будете, не забудьте посетить Тиан Хау Темпл. По-моему, так он называется, это такой китайский храм. Если я правильно понял, это самый большой в Куалумпуре, по-моему, даже в Малайзии из китайских храмов. На вид очень красивый, сейчас посмотрим, как там внутри, друзья. Тиан Хау Темпл В общем, это самое, нужно так поднимать их, потом отрицать. И когда одна из них будет выделяться, допустим, вы же были, то это и есть номер. Это предсказание, да. Да, номер с предсказанием. Здесь надо вбудить номера, надо вытаскивать правильный номер. Что, пробуем? В общем, в целом, вот оно предсказание. Здесь написано следующее, что будь доволен тем, что сейчас находишься в своей области, продолжай работать именно в своей области и не пытайся делать в данный момент что-то новое. Будь осторожен в своих делах, и тогда удача повернется к тебе лицом. Терпение будет производить хорошие результаты, но потребуется больше, чем одна попытка для успеха. И путь к успеху достаточно тяжелый. Так, сейчас лица будет это делать. Ну, у меня написано, что я разговариваю, что я благословно наушу написано, и у меня было хорошее, там, долгие, развитие, облик, благословно, и что там еще еще есть. Должна быть счастлива, вернее, я не готова, я должна быть довольна тем, где я нахожусь, ну, собственно, это, видимо, для всех одно и то же, и не ввязываться ни в какие новые какие-то инциденты. Вот, и меня ждет счастливый брак. Подождем. Субтитры подогнал «Симон» Такой сувенирный магазин внизу этого китайского храма. Ну, здесь можно купить всякие китайские сувенирчики. Скам интересно, здесь что-то купить. Просто много нарядных штучек. Здесь даже есть памятник святой капусте. Покраснел от стыда. Хоккей здесь еще продаются.